Я надеюсь, особого такого засвета не будет, да? Вроде нет никакого засвета. Ладно, окей, все нормально. Все нормально, погнали. Всем привет, красотки! Меня зовут Алена, и я приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем ролике я покажу вам свои покупки из магазина FixPrice. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Сразу хочу сказать, что в этот магазин я шла долго, относительно долго, по сравнению с предыдущим видеороликом, посвященный на эту тему. Но, тем не менее, я зашла и накупила всякой-всякой всячины, аж на полторы тысячи рублей. Опять же, если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Первое, что я вам покажу, это стала вот такая вот рамка для фотографий. Тут у нас можно вставить 4 фотографии. Вот, в общем, это все дело будет выглядеть очень-очень классно. Мне кажется, если честно, подойдет для каких-то молодых семей, которые только что по жене сюда вставить, или свадебные фотографии, или наоборот, для тех семей, которые уже давно в браке. Ну, или просто для себя поставить себя или любимую, или любимого вот сюда вот такую рамку. Классная штука, и я давно за ней гналась, и наконец-таки я ее купила. Вторую фоторамку, которую я там взяла, это стала вот эта вот фоторамка Love. Тоже давно я за ней гналась. Тут есть также в ассортименте в магазине с розовыми вот такими вот розочками. Ну, мне не принципиально, какие будут розочки, точнее, вот эти вот бумажули, вставленные в эту рамку. Взяла какую взяла. Тоже та же самая песня, что и с предыдущей рамки. Ну, и давайте я вам покажу, наверное, продукты. Ну, все в хаотичном порядке буду доставать. И первое, что я взяла из продуктов, это стал гранатовый сок. В общем, я недавно сдавала кровь, и мне сказали, что у меня и не только низкий гемоглобин. В общем, мне пришлось купить гранатовый сок, так я его очень редко употребляю. Не знаю, кстати, почему, потому что многие производители гранатовых соков, соков, правильно, наверное, да, сказала, не очень мне нравится именно привкус, какой-то вот этот вот вяжущий эффект. Тут этот же сок в новом формате выпущен в магазине Фикс Пресс. Раньше там бутылка была другая. Этот сок намного лучше, намного мягче пьется, поэтому классная вещь. Дальше из еды покажу вам вот такие вот штучки. Не подумайте, это не конфеты. Это у нас вот такие вот немножко пошуршу мюсли. То есть это у нас Виталина батончик мини. Кто знает, на кассах, в абсолютно любых гиперсупермаркетах продаются такие, вы знаете, батончики а-ля фитнес. Вот это из того разряда. Очень-очень они классные, они в меру сладкие. И тут их, по-моему, около 200 грамм. Тут 300 грамм таких вот штучек. Классная вещь, поэтому я, наверное, буду брать еще-еще. Кстати, они очень-очень свежие. Дальше покажу вам из таких вот, ну, расходников. Я покупаю всегда базилик, будь то это такой свежий базилик, будь то это сушеный. Добавляю в супы и в различные блюда, когда даже запекаю овощи или там рыбу. Ну, в общем, нужная вещь, всегда ее беру. Дальше покажу ванны еще из еды. У меня тут два чая Тест. Я, если честно, очень-очень люблю именно Тест, вот этот Космополитен Пати. Он очень классный. Он немножко напоминает крокодей, но с каким-то специфическим привкусом. Ну, по моему мнению, он специфический. Для кого-то этот привкус окажется обычным. В общем, я его беру, он мне нравится. Он редко, в общем, попадается в магазине Фикс Прайс. Там на него самая выгодная цена. Везде он стоит в районе 70-80 рублей. Там же он стоит 50 рублей. Думаю, выгода очевидна. И взяла попробовать. По-моему, я его, если честно, не брала. Это у нас карамель чарм. В общем, черный чай с карамелью. Тоже вот такой вот. Там было два вида, взяла два вида. Посмотрю, может быть, мне карамельный также понравится. А, да, у меня, кстати, вот вторая банка с соком. Ну, это так, чтобы вы видели. И вторая упаковка базилика. Все, по-моему, с едой мы закончили. Давайте дальше все буду показывать. Опять же, повторюсь, в хаотичном порядке. Взяла зубную пасту Блендамет Антикариес. Кальцистат, свежесть, максимальная защита от калица с активным фтором. Я не очень люблю именно покупать зубные пасты в других каких-либо магазинах, потому что они там абсолютно одинаково ходят, эту грань, так скажем, 100-рублевую. Не могу я понять, зачем такая возвышенная цена на зубную пасту. Это типичный расходник, такая же, как, я не знаю, мыло купить для рук. Тоже самый расходник. Поэтому беру в фикс-прайсе. Там были еще какие-то неизвестные мне марки именно зубных паст. Но одно я могу сказать, что я взяла Блендамет. Не знаю, на ту я как-то смотрела, тянулась у меня рука взять, но потом подумала, ну, Блендамет, пусть будет Блендамет. Дальше не первый раз беру, и вы уже знаете, у меня очень быстро улетает этот продукт. Это у нас густое масло для рук, омолаживающее в этот раз взяла. Это у нас с персиковым маслом, маслом какао, экстрактом боярышника. В общем, мгновенный лифтинг эффект, интенсивное питание, увлажнение кожи, повышает мягкость, эластичность, разглаживает мелкие морщины. То есть, ну, так вот, очень много всего про него написано. Все упаковки, будь то это крема для рук или крема для лица, фольгированы, поэтому не переживайте, берите спокойно нормальный крем. Знаете, такой вот для рук, который очень быстро впитывается, и от него реально чувствуешь какой-либо эффект. От других кремов, то у тебя тот же самый бархатные ручки, крем, который напрочь испортился, и он ничего абсолютно не делает с вашими руками. Обычно все свои видеоролики я снимаю с одного дубля. Сейчас же я делаю уже 15 дубль. В общем, я рассказывала про зонт. На зонт из фикс прайса я очень давно хотела именно напасть, потому что я не вижу смысла тратиться на дорогой зонт. Потому что зонты мы используем постольку, поскольку. То есть, нужен он нам, там, к примеру, идет дождь, там, моросит дождь и так далее и тому подобное. Мы его достали, воспользовались, закрыли, убрали. Все. А вот так вот, чтобы, там, брать, там, зонт за полторы тысячи, нет. Тут он стоит 99 рублей. Он довольно-таки нормальный. Он не автоматический, компактный. Единственное у него косяк, кое-где там торчат нитки и материал немножко такой, вы знаете, напоминающий, вот когда теплицы накрывают, так вот пленкой, вот что-то напоминает это. Или же, как будто бумажка такая вот, тканевая бумажка, вот так ее называю. Ладно, не суть. Дальше покажу вам двое колготок. Одни у меня не колготки, а, по-моему, это гольф и ботфорд из микрофибры, а другими найдут колготки ботфорда. Ну, давайте вместе откроем, и заодно я посмотрю и вам покажу. То та же самая песня. Не считаю, что этот материал вообще, вот именно, я его называю материал-расходник, должен стоить дорого. Раньше я покупала такие колготки за 400, 500, 600, даже где-то, может быть, доходя до 1000 была цена. Ну, ладно. В общем, такие вот колготки. Ну, сделаны они довольно-таки неплохо. Такая вот резинка есть, как видите, плотная. Единственный минус, мне кажется, они очень быстро порвутся. Потому что они, как-то, мне кажется, на мою ногу длинную не натянутся. Ну, не знаю. В общем, такие колготки. Посмотрим. В общем, 99 рублей, окей. 30 Ден и 80 Ден. Колготки женские, одна пара, шелковистые полуматовые. Шелковистые полуматовые колготки. 30 Ден с имитацией ботфорда, 80 Ден. Отличная облига, без шортиков, с уплотненными мысками и широкими, и широким эластичным поясом. Комфортный стиль на каждый день. Не, ладно. Эластаны и 88% полеонид. В общем, такие колготки. Ну, посмотрим, вы знаете. Сейчас покажу вот эти вот ботфорды. По-моему, вот эта вот марка Allure еще была представлена в других магазинах, если честно. Но я точно не помню. Почему это у нас такие вот гольфики? Такие вот. Напоминает что-то типа носков. Но мне они, мне кажется, даже до коленки не дойдут. Не знаю. В общем, у меня ноги длинные, хотя тут вот показано, что они выше колена должны быть. Но мне кажется, они будут до колена доходить. Это 80 Ден. Единый размер. Посмотрим, как они себя будут видеть. Дальше покажу вам следующее, что я купила. Это три вот таких вот книжки. Это у нас мини-бук. Колоритные диалоги, блестящий юмор, непредсказуемая развязка, многообразие героев, миллионеры, клерки, бандиты, продавщицы, ковбой, пожарные, художники, сборники, мастера жанра, short story. В общем, вот такая вот книжка. Тут у нас всего, сейчас вам скажу сколько, 60 страниц. То есть мне вот этих вот трех книжек хватит на вечерин, наверное. У нас всего есть по 60 страниц, это получается 180 страниц. Так, Супружество, как и Точная наука показала, Семейство Ченчи. В общем, такая вот книжка. Это у нас Александр Дюман, произведение. И Любовь и дружба, Джейн Остин. В общем, такая вот. Они стоили по 25 рублей. Если честно, когда я увидела в Инстаграме, что вышли такие вот книжечки, я подписана на официальную страницу магазина FixPrice. И кто не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. Я, если честно, думала, что они будут большего размера и большей, так скажем, большего объема. Ну, в общем, они будут немножко побольше и по листам, и по размеру. В общем, так. Ладно, взяла. Пошли вам вот такие вот бигуди. Это у нас бигуди. Тут у нас в наборе 4 штуки. Я так поняла, они идут как немножко поролоново. Сейчас я покажу, что они выглядят. В общем, вот так вот выглядят бигуди. У нас такая вот резиночка. И вот эта вот клейкая штука, которую я терпеть не могу. У меня постоянно выдирает она волосы. В общем, вы наматываете эту прядь на этот бигудь, так скажем. В общем, фиксируете и спите. Я так поняла, это бигуди для сна. Но, откровенно говоря, мне кажется, что вот эта вот резинка будет создавать просто бомбовские заломы. То есть волосы будут очень сильно заламываться. Ну, взяла я, в общем, себе 8 штук. Попробую. Ничего пока сказать не могу. Стоили они 50 рублей. Девчонки, это дорого. Для бигудей 50 рублей за 4 штуки. Мне кажется, им красная цена 25. Все. Вот это я считаю неразумной покупкой. Но, тем не менее, взяла попробую. Дальше из такой, знаете, бьюти темы. Купила я себе вот такие кусачки для кутикулы. Это другие кусачки. Там представлены в магазине другие. Без вот такого вот силиконовой, так скажем, защиты. В общем, эти кусачки намного хуже. Я еще тупанула и взяла себе аж 2 штуки. Они немного жестче. Они очень сильно воняют металлом. Прям, знаете, такой ярко выраженный запах металла. И они очень плохо отскакивают. То есть при нажатии они как немножко должны отпружинивать. То есть, а они вообще ни грамма нет. С трудом, в общем, не работаются. Трудно ими работать, все. И последний из такой, по-моему, бьюти темы. По-моему, да, последний, да. Это взяла вот такой вот спрей коллагеновый. Это у нас для укреплений и роста волос с активным комплексом, растительные экстракты и витамин B3. Еще вот такую вот штуку взяла. Была такая еще в черном формате. То есть, заместо красной этикетки была черная. В общем, что же он делает? Это у нас натуральный коллаген. Входящий в состав спрея питает, укрепляет структуру волос, активный комплекс, обогащенный натуральными экстрактами репеника, женьшенья, витамином B. Повышает эластичность, прочность волос, способствует восстановлению волосных луковиц, стимулирует рост волос. Регулярное применение спрея возвращает волосам жизненную силу и красоту. Ну да. Ну тут состав очень-очень интересный. В общем, попробую, посмотрю. Кстати, я даже его и не нюхала. Да. Ужас, какой аромат. Не очень, в общем, аромат, ну ладно. Взяла, так взяла. Дальше покажу вам из таких вот бытовых расходников, так скажем. В общем, купила я очередной раз Colgate Plugs. Это у нас кора дома и пихта для десен. То есть, у меня был зеленым чаем, а это, в общем, кора дуба. Если честно, я искала зеленым чаем. Мне кора дуба как-то не очень сильно симпатизирует, но у меня просто закончился ополаскиватель, поэтому пришлось взять этот. Дальше купила я себе Aos. Это у нас бальзам Алоэ Вера для посуды и рук два в одном. Ну, это такой вот очень густючий гель для мытья посуды. Вот он густой, единственный, который не разбавлен в фикс-прайсе. Ладно, предпоследняя покупка – это Велор. Много раз про него говорила, без комментариев. В этот раз почему-то взяла Голубую Лагуну. Не хай буду, ладно. И последняя покупка – это у нас масло. Почему-то у меня масло лежит в бытовухе. Загадка просто. Это у нас Мелодора. В общем, обычное, по-моему, рафинированное масло, без запаха, которое идет. Нормальное масло, я на нем готовлю абсолютно все. И мне полностью все устраивает. Ну вот, девчонки, это были все мои покупки. Надеюсь, мое видео было вам интересным и полезным. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я вас всех очень-очень люблю. Пока!